В парке имени Степанова открывается настоящий сенсорный комплекс. Вокруг дорожки из природных камней, которую начали делать еще в прошлом году, высадили цветы. По сенсорной тропе, по словам авторов проекта, уже часто ходят люди. Благоустройство территории – одно из завершающих мероприятий. Это будет целый комплекс. Мы начали в том году с основания сенсорной дорожки, с закладывания именно фундамента, чтобы он устоялся за зиму. А теперь нам нужно облагораживать территорию. И нам всегда хотелось, чтобы наши ребята имели то место, где мы могли бы высаживать цветы, ухаживать за газоном. И теперь у нас есть кусочек прекрасного парка. Красоту наводят ребята из трудового лагеря – родители детей-инвалидов, депутаты и чиновники. Галина Конькова, как один из авторов проекта, также участвует в работах. 12 мая мы выходили, наша программа «Активисты» и ребята из Куба Граней. Мы большую черновую работу сделали. Мы высадили кусты сирени, пузыреплодника, спиреи. Мы целый грузовик грунта разнесли, сформировали из него клумбы, природным камушком обложили, чтобы грунт у нас во время дождей не стекал. То есть сделали такую работу черновую, тяжелую. На опушке рядом теперь развернулась небольшая площадка отдыха с деревянными скамейками. Их предоставила одно из ивановских лесничеств, как и креативные клумбы. Позже активисты собираются высадить здесь газон, чтобы можно было ходить босиком по траве. А цветы и пряные травы для ароматерапии предоставил активистам ботанический сад Государственного университета. Здесь у нас будет и мята, и вербейник, и полынь. Считаем, что это будет как бы сенсорный парк небольшой. Травы подобраны специалистами с учетом того, чтобы это были запахи и ароматы успокаивающие, чтобы они все-таки способствовали релаксации. До этого сенсорные парки были только за рубежом, а дорожки из камней не так давно появились в Москве и Пскове. Так что можно смело сказать, этот сенсорный парк уникальный. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.